Павловский парк Нам хотелось бы сегодня показать Павловский парк, наверное, с необычного ракурса. Мы привыкли, что Павловский парк – это парк пейзажный, забывая, что и там у нас есть довольно интересная и регулярная часть. Эта регулярная часть парка сформирована в основном стриженными липами. Один из ярких примеров этих стриженных деревьев – это кинконс в Павловском парке. Сейчас мы находимся в собственном саде императрицы моей Федоровны и как раз рядом с кинконсом. Кинконс – посадка деревьев в шахматном порядке рядами. Обычно сажают деревья одной породы. У нас это липы. Липы выбраны не просто так, это один из самых мягких пластичных деревьев, которые очень хорошо поддаются обрезке. Считается, что такая посадка появляется впервые в Древнем Риме и сохраняется на протяжении веков. Впервые, по легендарным сведениям, ее придумал садовник и друг Юлия Цезаря и Октавиана Августа. И о ней упоминают еще пление своей естественной истории. Это требует постоянной формировки, обрезки, которые проводятся как раз в конце февраля, начале марта. Это наиболее оптимальный период для таких мероприятий. У деревьев, которые высажены в кинконсе, мы стараемся формировать высокий штамп и форма кроны, стриженной на одной высоте. Благодаря формовочной обрезке мы добиваемся равномерного развития скелетных ветвей, усиливаем рост побегов, формируем более густую и равномерную крону. Когда говорят о кинконсе, очень часто упоминают, что это некий символ гармонии и миропорядка. У нас прекрасный просмотр по любой диагонали. И в то же время прекрасно сформированная плотная крона, которая получается как форма стола. И уже весной мы увидим интенсивное ее обрастание, хорошую сформированную крону, зеленую, плотную, такая как крыша будет. Регулярная планировка всегда предполагает формовочные стрижки. Это как стрижки деревьев. В основном здесь, где мы находимся в собственном саде, это липы. Липы – это стрижный кинконс, стрижные деревья у павильона Треграции, и в том числе стрижные кустарники. У нас есть стрижные бордюры из клизильника блестящего, которые оформляют центральный проход. Одно из наиболее интересных для нашей зоны растений. Оно прекрасно всегда, и вот сейчас зимой, и весной, и осенью, когда кустарник уже у нас облиственный, и дает небольшие блестящие листья, которые осенью окрашиваются в оранжевый, желтый, такой даже красный цвет. То есть невероятно декоративно всегда. И это тоже дань регулярной планировки парка, сохранившись исторически. Хотелось показать еще один очень интересный объект в Павловском парке – вырезная аллея. Здесь формовочная обрезка проводится по рисункам Камерона, так как она была им спроектирована и поддерживается до сих пор. Действительно необычная форма деревьев, тоже стриженная липа, но уже выглядит по-другому. Регулярная часть парка, наверное, наиболее хороша все-таки вот этот зимний период, когда вы видите красивую сформированную структуру кроны, которую мы обычно не замечаем ни весной, ни летом, когда все это уже облиственно и красиво само по себе. А сейчас мы видим именно то искусство формировки растений, которое пришло к нам из глубины веков. И ты видишь вот эту мощь и красоту дерева.